Привет! В этом ролике я покажу, какой набор света нужен для создания видеоконтента, если вы бьюти-блогер, который много снимает себя или моделей. Может быть, вы преподаватель онлайн-курсов, который записывает видеоуроки за компьютером, а по вечерам, ну, естественно, стримит игры. Или, может быть, вы просто человек, которому нужен хороший переносной источник света для плюс-минус универсальных задач. Кстати, про фото и видеотехнику для универсальных задач. Спасибо большое магазину Фотосклад за спонсирование этого ролика. Подробнее об этом позже. А сейчас погнали! Когда я собирал вот этот набор техники, держал в голове три вещи. Первое. Должен быть хороший звук. Потому что то, что вы сейчас слышите, это плохо и так не должно быть. Вот так намного лучше. Поэтому, в принципе, если будете записывать какое-то видео в Инстаграм или на Ютуб, то звук – это первое, о чем я бы предложил вам подумать хотя бы минимально. Второе – это свет, потому что светить на себя фонариком – это так себе. Соответственно, нам нужен какой-то хороший источник света. Желательно мягкого света, красивого, чтобы все были такие сразу няш-мяш. Желательно с хорошей цветопередачей, чтобы даже визажист, который работает там со сложным цветом на лице, чтобы успокоен за свою работу, ну и в идеальном мире, чтобы еще и цветовая температура менялась от теплой до холодной. Это поможет нам немножко креативить. Третье. После звука и основного света – это дополнительный свет. Хоба! Может быть, контровой, красиво, чтобы прилетал вот так вот немножко по краям. Вот тут свечи, плечи подсвечивал. Немножко фон подсветить. Что в целом может сделать картинку сильно дороже. Ну и четвертое. Да, четвертое из трех. Прикрыть все это дело красивым фоном, чтобы бардака не было на заднем фоне. Давайте посмотрим, что именно входит в этот набор, какие у этого есть плюсы и минусы, а также, как с небольшим элементом рукоделия, можно легко и дешево улучшить этот набор. И здесь идеально будет рассказать про спонсоров этого ролика и сказать спасибо. Весь набор состоит из оборудования фирмы Raylab, которая может быть знакомым фотографом. Я как раз буквально неделю назад выпускал ролик про набор света для фотографа, который также рекомендую посмотреть на нашем канале. Купить вот этот набор, ну и набор для фотографа, можно в магазине Фотосклад. У ребят хорошие цены на набор, и они доставляют по всей России. Ну и по многим другим странам в том числе. А один такой набор они разыграют у себя в Инстаграме. Ссылка на розыгрыш в описании. А теперь продолжим. Так и что там в наборе? Первое и главное. Основной источник света. Он называется Raylab Ring Light 0618. По факту, на самом деле, является сам по себе уже набором. Из сумки, которая... Ну это сумка для переноски, в которую влезают источник, стойка, крепление для телефона, зеркало и зарядка. Ну вот от сети, которая. Сама стойка по факту в сумку не влезает, она отдельно идет, но, как бы, тем не менее, идет в комплекте. В наше время это, в целом, хороший набор, и отлично, что это лежит уже внутри Apple. Но ничего, на самом деле, в мире светильников это тоже, если что, довольно приятный бонус. Например, к светильникам Yangnou сама фирма не кладет ничего, кроме самого прибора. Даже в розетку его воткнуть нельзя. Просто приходит кусок лампы и все. Ну, в общем, не важно. Давайте дальше к светильнику. Светильник, в целом, достаточно большой, поэтому может выдавать вам мягкий свет даже на небольшом расстоянии. Это важно, если вы хотите плюс-минус комплементарную картинку с мягким светом на лице. Сам прибор можно закрепить вертикально или горизонтально. Я предполагаю, что это сделано для того, чтобы разместить телефон вертикально. Мне кажется, что было бы намного удобнее, если бы в приборе просто было крепление для телефона сбоку. Потому что у нас же круг, какая разница. Но, в целом, в целом и так нормально. Кстати, о креплениях. В приборе есть резьба снизу. Вообще, на нее крепится зеркало. Но на нее также можно закрепить камеру через какую-нибудь небольшую штативную голову, чтобы было чуть удобнее контролировать угол съемки. То есть, не саму лампу крутить туда-сюда, а отдельно камеру, отдельно лампу. Я дам ссылки на головы в описании ролика, если вдруг вам понадобится. Там они вообще копье стоят. В целом, достаточно удобные. Итак, дальше о креплениях вот на этой лампе. Сверху и прям совсем сверху. То есть, сверху внутри и сверху снаружи. Есть два холодных башмака. Это, в общем, такие небольшие крепления. Чтобы закрепить аксессуары или, там, например, телефон. Ну, давайте так. Для примера. Совсем сверху можно закрепить микрофон или монитор. Если вы будете дальше развивать какой-то свой мини-продакшн, докупать что-то в будущем. Это прикольно, потому что не нужно будет заставлять все стойками тут вокруг прибора. Да, прям вокруг, на сам прибор можно будет вот эти вещи насадить. И не заставлять все железными стойками, треногами. В общем, это в целом удобно. Поэтому, короче, лайк нормально, нравится. Кстати, о стойках. Сама стойка, которая в комплекте, охренительная. Я хочу, чтобы все мои стойки, я думаю, были такие. Потому что ее фишка в том, что она складывается, как бы, вот наверх. И занимает неприлично мало места в сложном состоянии. Это прямо очень круто. Зеркало комплектное. Оно нужно, ну, не знаю, если вы решили покраситься, то оно вам понадобится. Оно там с двух сторон одно приближает, другое нет. Мне, честно, не грозит. Поэтому я придумал, что с ним можно сделать. Я закрепил зеркало сверху так, чтобы можно было смотреть, что происходит на экране телефона. Таким образом, я могу снимать, ну, как бы, на нормальную камеру телефона, а не на фронтальную. И при этом, ну, там, плюс-минус видеть, что происходит в кадре вообще. В кадре я или нет. Вариант, ну, не самый идеальный, но зато бесплатный. Пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому, что, про комплект. Вот само прибор вроде все. Ну, сумка еще осталась. Сумка приклевая. Ну, в смысле, ручки, сумка убрал. Все замечательно. Короче, нормально. Очень большой комплект. Окей, вроде разобрались с тем, что лежит внутри прибора. Но это еще не все, да. Давайте, собственно, про сам прибор теперь поговорим. Как я уже говорил, он достаточно большой, что дает в целом мягкий свет. Источник можно запитать от розетки или от двух аккумуляторов. Аккумуляторы не идут в комплекте. Но ссылки на комы и на зарядку подходящую я дам в описании. Если нужно, можете просто добрать. Я не брал их в набор. Мощность на самом приборе регулируется от 1 до 100%. По моим наблюдениям, чтобы снимать, ну, плюс-минус в нормальных настройках камеры, хватает где-то там 20-30% мощности. При такой яркости остается огромный запас сверху. И при этом она вот так не слепит в глаза, если ее ставить фронтально к камере. На самом приборе также можно поменять цветовую температуру от холодного до теплого. Это можно использовать двумя способами. Первый технический. Ну, например, вы подсвечиваете, чуть-чуть подсвечиваете лицо в помещении, где уже есть какое-то количество теплого света. Или, не знаю, закат у вас вдруг, например. Да, и вы хотите оставить вот это вот теплое ощущение. То температуру источника можно сделать теплой. И она будет совпадать со светом. И все будет нормально. И ваше лицо не будет выглядеть так, как будто бы вы только что вылезли из могилы и готовы там кого-нибудь перегрызть гладку. В общем, короче, нормально, удобно, очень хорошо, что температура регулируется. Второй способ, как можно использовать вот эту смену температуры. Это креативный способ, не такой технический, как предыдущий. И вот здесь нужно прерваться на распаковку всего, что остального есть в наборе. Потому что мы до сих пор говорим только про первую лампу. А потом продолжим. Про вот это изменение цветовых температур. Саша, соберись. Итак, я добавил в набор три дополнительных маленьких прибора. Они довольно просто выглядят. Это такая вот простая черная фигня, которая может светить. Или не светить. Каждая такая стоит всего 1000 рублей. Мы будем использовать их для супер определенных задач. Поэтому в целом они нам подходят. Пахнут немножко китайским пластиком. За две минуты проветриваются. Но в целом нам не есть их, поэтому нормально. Внутри вот самого прибора, вот этой ручки. Есть три металлические ножки. Можно поставить без стойки, что в целом удобно. Эта штука питается от сети. Мощность не регулируется. По температуре они плюс-минус холодные. Что возвращает нас к разговору как раз про креативное использование основного прибора. Итак, пример первого креативного использования. Для него не нужно вообще ничего дополнительного. Просто ставим основной прибор в теплый режим. На камере настраиваем баланс белого. Таким образом, чтобы... Ну, на телефоне, например, просто ничего не делаем. На камере делаем так, чтобы этот желтый теперь теплый прибор выглядел как будто бы он нормальный. То есть это где-то там три с небольшим тысячей кельвинов нужно будет поставить. После этого включаем просто остальные приборы. Вот как они есть. И они будут получаться намного холоднее. И это будет выглядеть таким прикольным голубым оттенком. Вуаля, наше первое креативное использование. Ура, нравится, радуемся. Пример второй. На наших доп. источниках можно открыть передные крепления. И запихать внутрь какой-нибудь полупрозрачный пластик. Или сверху наклеить, неважно. Например, можно использовать профессиональные фуалевые фильтры, которые есть у нас в студии. Или, скорее всего, у вас их нету. Это нормально, я предусмотрел. Можно просто вырезать кружки из упаковки для влажных салфеток. Короче, подойдет любой полупрозрачный пластик. Не очень плотный, чтобы свет все-таки проходил. Таким образом, можно разнообразить цвет в окружении. Это не RGB, конечно. Но и цена, в общем, в целом, мне кажется, в целом адекватная. Тут главное проявить немножко смекалки. Поработать ножницами. Спихать их куда нужно. И удобно, чтобы можно сразу везде поставить. Не нужны ни стойки, ничего. Поэтому, в целом, мне кажется, это удобная штука. Развивайте смекалочку. Итак, в комплекте еще что-то идет. Например, петличка. Она довольно базовая, решает свою главную задачу, дает более громкий чистый звук, чем микрофон телефона или камеры. Давайте приведу пример. Как-то так звучит iPhone 12 Pro без петличного микрофона. Если я нахожусь на расстоянии почти вытянутой руки от телефона, снимаю сейчас на двойную X-камеру, соответственно, вот примерно так меня слышно. И сейчас я попробую отойти. Примерно вот так меня слышно, если я отошел. Вы сейчас должны слышать больше комнаты и помещения, в котором я снимаю. Такое немножко эхо. И если я еще больше отойду, то меня слышно примерно так. Я тут отошел, наверное, метра на 3-4. Вот такое вот качество звука. Раз, два, три, четыре. И проверка. Так, а вот этот дубль я записываю с петличным микрофоном. Вот, можете немножко послушать ASMR-чика. Говорить буду с такой же громкостью. Я все еще снимаю на iPhone 12 Pro. Ничего не поменялось. Единственное, что кодирование поменялось. Ожидайте. Сейчас. Опачки. Вот так нормально. И я также отойду вот сюда. Раз, два, три. Проверка. Раз, два, три. И сейчас я отойду в ту же сторону. Провод позволяет. Тут, на самом деле, еще куча болтается в проводке. Я отошел туда же. Вот, соответственно, вообще звук не должен меняться. Вы должны слышать меня так же хорошо, как и как будто бы я находился близко. Соответственно, это, наверное, одна из главных причин, зачем может понадобиться петличный микрофон для свободы перемещения. И для того, чтобы звук получался хороший не только, когда вы лицо в камеру тычете. Ну и небольшое разоблачение мифов для владельцев AirPods в стандартном приложении iPhone. Если что, используется обычный встроенный микрофон. Я вот сейчас отойду, и вы видите, что ничего не происходит. Звук пишется все еще с телефона. Такой себе. Ну, а вот так звучит гарнитура Apple-овская, дефолтная. Вот это вот. Отойти могу примерно вот настолько. В целом звук хороший, спору нету. Но вот отойти, например, что-то делать практически невозможно. Например, делать макияж или что-то еще тоже очень сложно, потому что она болтается. И когда она болтается и задевает вот с тобой держу, получается очень неприятный звук. Вы наверняка слышали таких людей на созвонах. Как вы слышите, получается громче и чище. Да и в целом весь ролик записан с этой петличкой. И поэтому вы можете понять, какое качество звука вы получите в своих видео. Единственное, что я немножко подавил шум. Вот конкретно вот в этой записи. Поэтому она отличается от телефона. В комплекте петлички есть разветвлитель. Поэтому его можно использовать с наушниками и в телефоне, и в ноутбуке. Если у вас, например, в ноутбуке только один вход под наушники, вот этот разветвлитель вам как раз нужен будет. Из плюсов конкретно этой петлички могу ответить два момента. Очень длинный провод, прям капец длинный, метров в шесть. Я не знаю, он очень большой. Прям очень длинный. Короче, можно его спокойно кинуть на пол и уйти в соседнюю дверь. Поэтому сейчас петличка воткнута в камеру, и вы видите, что я без проблем говорю. И в целом могу отойти. При этом он смотан практически весь, висит здесь. В комплекте к ней идет небольшой такой жгут на липучке, чтобы этот длинный провод как раз не терялся, не заматывался и так далее. Поэтому я сейчас обращаюсь к производителям микрофонов Боя. Дорогие мои, вот такую штуку, пожалуйста, к своим микрофонам тоже включите, потому что это хорошо. Это, ну, в общем, запишите, не забудьте. Ладно, двигаемся дальше. Важный момент про использование петлички. Проверьте, если вы будете как бы покупать вот этот набор света для телефона, это абсолютно нормальный и правильный способ, проверьте, что в вашем телефоне есть вход под наушники. Без него петличку будет сложно использовать. В последнее время это редкость. Например, к айфону я использовал родной переходник. Если вдруг у вас нету входа под наушники или нет переходника, я также в описании закину пару ссылок. На фотоскладе есть переходник и для андроида, и для айфона, поэтому все нормально, не беспокойтесь, просто доберите его к набору. И, наконец-то, последнее. В комплекте есть держатель для бумажного, ну, или тканевого фона, в зависимости от того, какой у вас есть фон. Поможет скрыть весь бардак. В смысле, давайте так, придать легкого голубого настроения в кадре. Можно повесить гринскрин, если вдруг вы решите постримить вечером, зеленую тряпку накинули, и вот вы уже дофига стример. Сам фон я в набор не включал, потому что точно с цветом угадать будет невозможно. Просто зайдите на сайт фотосклад, выберите любой фон, который вам подойдет. Там полтора метра есть стандартная ширина, метр тридцать пять. Вот любой из этих, посмотрите, он подойдет. В целом, сама стойка под фон тоже очень компактная, в собранном виде влезает в любую квартиру, в любую студию, в общем, поместится куда угодно. Дальше я хотел показать несколько примеров и сделать резюме, но тут немножко спонтанных мыслей есть. А зачем вам, собственно, свет? И потом уже перейдем к сценариям использования. Итак, мысли такие. Пока я писал этот сценарий, я задумался. Нам каждый год пытаются продать новые телефоны. Почти каждый год новые камеры. И мне стало интересно, а что, если у меня есть, ну, не знаю, старый Android, типа трехлетней давности, например, OnePlus 5T. Он вышел в 2017, тогда я его и купил. Если снимать на него без света, скажем, вот просто без света, какой есть? Или, например, когда за окном мало света, или сейчас уже темно за окном, вот вы как-то так его пробудете поснимать, то iPhone его уделывает, но картинка и там, и там плохая. Но если поставить, собственно, вот используя вот этот Ring Light, поставить его более-менее симпатично, то они оба, ну, как мне кажется, достаточно хорошо выглядят. Поэтому, если вы думаете, там, условно, обновить телефон, чтобы картинка стала лучше, то, на мой субъективный взгляд, лучше начать, конечно, со света. Итак, возвращаемся к областям использования. Если вы визажист-преподаватель или бьюти-блогер, вы можете закрепить телефон внутри прям кольца и красивым фронтальным светом все это дело снимать. А доп. приборы можно поставить для объема, вот примерно как здесь у меня вот тут вот, видите, светит. На плечо прилетает немножко, вот на фон там светит. Вот там тоже фон подсвечивается. В общем, в целом нормально. Если вы преподаватель, то можно поставить свет не у камеры, а рядом с рабочим местом и не зависит от дневного света. В целом дополнительные приборы также можно поставить вокруг. Ну вот, например, я так несколько занятий на Amla Plus провел, и в целом было очень клево. Если вы стример, то просто вот на эти штуки навешивайте какие-нибудь цветные фильтры, и получается тоже модно молодежно. Если вы просто блогер, которому нужно прибор взять с собой, то вот я рекомендую добавить батарейки к этому набору, и это в целом удобная штука в меру яр... в меру, она достаточно яркая. Плюс регулируется температура, плюс ставили батарейки, можно тащить его куда угодно, не зависит от розетки, можно использовать на улице. Короче, это в целом удобно. Итак, про сам набор, да, немножко про деньги. Вот все это вместе стоит 16 тысяч рублей за свет, микрофон, держатель для фона, вот эти три маленьких прибора. Но, если вы смотрели предыдущий ролик на канале, то знайте, что мы сотрудничаем с фотоскладом, и поэтому по промокоду, по специальному от нас, который есть в описании, естественно, можно купить этот прибор всего за 12,5 тысяч рублей вместо 16. Ну, мне кажется, что это очень выгодно, поэтому если набор вам нравится, то переходить по ссылке в описании. Фотосклад доставляет по всей России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизстан. Если вы решите его брать, то помните, что нужно добавить какой-нибудь фон, бумажный или тканевый, неважно, можно также выбрать. Мне вот понравился голубой, я уже многократно говорил, подходит моим глазам. Для владельцев телефонов, я напоминаю, что вам пригодится переходник там с USB-C или с лайтинга на наушнике. Да, для владельцев камер, может быть, понадобится штативная голова. Все эти дополнительные ссылки я также добавил в описании. Ну, и помните про розыгрыш? Ребята из фотосклада разыгрывают этот набор среди подписчиков в своем инстаграме, и также они разыгрывают еще и набор для фотографов в своем инстаграме, поэтому не потеряйтесь. Если ролик был полезен и помог принять какое-то решение, то расскажите об этом в комментариях, буду рад почитать и пообщаться вместе с вами. Ну, а вообще, посмотрите еще и вот этот, вот этот вот ролик, вот здесь, про набор света для фотографа, его тоже разыгрывают, я об этом уже говорил. В общем, короче, на этом все, всех обнял, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok